Какое вино прочитает Леди Ди в это время суток? Ну это красное, сухое, но на ваше усмотрение. Мне, пожалуйста, сок любой. А хотя нет, яблочный. Ну хорошо, и сырную тарелку, это все. Ты что, ты почему сок, я думал, ты не за рулем, ты думал, наскоро за мной приехал, чтобы отметить нашу встречу, мне не угадало. Я теперь всегда не за рулем, просто по той простой причине, что у меня руля нет. А свою цистерну я уже выпил, так что все, баста. Что это не так, Анташ? Я жду, когда ты мне задашь тот самый вопрос, который все задают. Ну давай, что же случилось с тобой, Антоха? Что за фигня такая с тобой произошла? Давай прямо в лоб. Да ничего особенного. Банальность, банальность, все банально как сама жизнь. 10 лет назад любился, женился, был на седьмом мере от счастья, сам себе завидовал, веришь? Верю, потому что тебе очень много народов завидовал. Вот, видимо, кто-то переусердствовал. В смысле? Ну, в том смысле, что светило нейрохирургии погасло так и счастливее человечество. Но если тебе об этом тяжело, то... Нет, 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 я же говорю тебе, перегорело уже все. История не такая уж и... Одним словом, Оля, жена моя, красивая баба была, между прочим. Да и сейчас, наверное, тоже, я не знаю. В общем, пригласил я дизайнера одного интерьер сменить у нас на даче. Сам его нашел. Вот и сменил интерьер. Изменил она вместе, короче. А вот на 15 лет ее младше. У-у-у! Вот такие дела. Сменил интерьерчик всей моей жизни. Полностью. Камень на камень не осталось. Понятно. Вот. Ну, а дальше все, как у классика. Понимаешь, как у Ивана Бунина. Сейчас бы мне пить, да собаку купить. Камень разжечь и пить, и собаку купить. Одним словом, камень я так и не разжег, лето было. А жару и так водка добавляла. Вот такие вот. Купил? Что? Собаку. А? Собака. Ва-ва-ва-ва. А, собаку. Нет, собаку не купили. Она, наверное, стоила бы. Нет, а я тогда в той клинике пил я жестко, месяца два, наверное, не просыхая. Каждый день и вечер, в общем, уже не знал, ночь за окном или день. А я в клинике одной тогда служил. Крутой клинике, частной, зарабатывал прилично. В общем, импромат. Тухис. Уволил. А я бы на их месте тоже себя уволил. Ну и вот, конец истории. Собственно, потом лечился. Успешно? Да. Веришь? Да. Верю. Теперь в руку беру. Вот только сок. А потом? Ну а потом переквалификация. Устроился в эту станцию с твоей помощью, которая ваша клиника услуживает. Понятно. Так что мы теперь с тобою часто будем видеться. Я еще тебе надоел. Ну что, до встречи. До встречи.